Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». И сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги. Здесь содержится напоминание Израилю прошлых Божьих благодеяний и указаний грядущих. Увещевание быть благодарными и послушными Богу. Действительно, если человек посмотрит на свое прошлое, он немало найдет там моментов особой Господней заботы. Следовательно, и настоящее наше, и будущее все объявлется Господней заботой. От нас требуется благодарность, которую мы должны проявлять. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели доброй землею, которую, всклятвый, обещал Господь Бог отцам вашим». Здесь опять, как центральная мысль, проходит мысль о том, что исполнение закона – это путь жизни, а нарушение закона – путь смерти. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет?» Вот здесь мы видим как бы еще одну черту, почему Господь попустил им 40 лет ходить по пустыне. Это была не просто месть, наказание этому народу, это было испытание, а смогут ли они и в дальнейшем преодолевать те трудности, которые пошлет им Господь. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Вот именно этими словами ответил дьяволу Христос, когда дьявол предложил в пустыне превратить камень в хлеб. Господь ответил этими словами, «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, научая и нас на всякие искушения, когда цитируется Писание, чтобы смутить нас, отвечать грамотно по Писанию, чтобы поставить все на место. «Одежда твоя не ветшала» Здесь говорится о чудесах, которые сопровождали их в дороге. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господу Бога твоего, ходи путями Его, и бояся Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. В этом отрывке подчеркивается, что Отец по отношению к своему народу, Отец Небесный, как их личный Отец. С другой стороны, говорится о том, что воды, которые проистекают в Святой Земле, они с высоких гор и горных озер. Такие воды считаются наиболее очистыми, а в аллегорическом смысле откровение Слово Божие сходит прямо с небес. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масляничные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо из кор, которые будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляя Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дает тебе. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе». Вот здесь говорится об очень важном, о том, что все это они получат, если они будут сохранять благодарность Богу. На самом деле природное состояние земли израильской намного хуже, чем то, как это описывается в Библии. Но Библия имеет в виду что-то другое, что вот если вы будете благодарны, если вы будете трудолюбивы, и надо сказать, что когда после Второй мировой войны еврейский народ опять получил эту землю назад, именно трудами и усилиями они сделали ее цветущим садом. Вот эта система кибуций еврейских, там, где была пустыня, растет виноград, там, где камни, построены крепкие дома, действительно эта земля изменилась, потому что всегда, когда мы следуем воле Создателя, мир вокруг нас меняется. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты, Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой, страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды и скалы гранитной, питал тебя в пустыне манны, которые не знал ты и не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и исцелить тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Господь здесь и говорит, что то, что сейчас ты видишь, это еще не все, а вот то, что увидишь в дальнейшем, это будет настоящее чудо. И что бы ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сия, но что бы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что вы погибнете, как народы, которые Господь Бог истребляет от лица вашего. Так погибнете и вы за то, что не послушаете глаз Господа Бога вашего. И мы, русский народ, тоже погибнем, если отвернемся от истинного Бога наших отцов, дедов и прадедов, и будем исповедовать новых богов этого мира или старых языческих, эта земля тоже будет обречена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok